О главных событиях города региона расскажем в ближайшие 15 минут. Здравствуйте, в эфире новости Тольятти в студии Денис Капля и вот о чем расскажем сегодня. 2020 год выдался непростым, но ситуацию в Самарской области можно назвать стабильной. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров. В период пандемии регион не только не отказался ни от одной из мер социальной поддержки, напротив, расширил их список. В Самаре на заседании правительства под руководством Дмитрия Азарова обсудили итоги экономического развития региона за 9 месяцев и обсудили проект бюджета на 2021 год. От того, каким он будет, зависит все дальнейшее развитие региона. Обо всем подробнее в материале моих коллег. Развитие региона и бюджет на следующий год. В обсуждении этих важных тем в режиме видеоконференц-связи приняли участие главы муниципалитетов, депутаты, руководители общественных организаций, а также почетные граждане области. Коллеги, мы не отказались в 2020 году ни от одного из социальных обязательств. Более того, на постоянной основе был введен целый ряд новых мер поддержки граждан. Вы знаете, что по решению президента, это и выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Бесплатное горячее питание для всех участников начальной школы. Хочу вам сказать, что только в текущем году софинансирование этих двух расходных обязательств из областного бюджета превысило 1 миллиард 700 миллионов рублей. А в следующем году на эти направления нам потребуется направить цифру, равную 3 миллиардам 750 миллионов рублей. Большая работа в регионе была проделана в рамках национальных проектов. Практически все показатели выполнены. Сейчас, например, в области идет строительство сразу трех больших мостов, многих социальных объектов. Конечно, особое внимание медицине. Так, в Тольятти в этом году начали работать сразу две новых поликлиники. Детская и взрослая. Значительно обновился парк автомобилей и скорой помощи. Удалось обновить медоборудование. Для борьбы с эпидемией сейчас постоянно расширяем возможности системы здравоохранения региона. Наращиваем специализированный коечный фонд буквально каждый день. Да, нам, наверное, пришло быть гораздо легче, если бы в период с 2012-2018 года коечный фонд лечебных учреждений региона не был сокращен на 5114 коек. Глава региона еще раз сказал спасибо медицинским работникам за их тяжелый и самоотверженный труд. Медучреждение региона работает, конечно, с огромным напряжением. И я уверен, что слова благодарности никогда не будут лишние для врачей. Спасибо всем, кто сегодня спасает жизни людей, стоит на защите общественного здоровья. Также Дмитрий Азаров напомнил, что регион в это непростое время получал постоянную федеральную поддержку. Это позволило удерживать экономику на стабильном уровне. При первом продаже автоваза машин по итогам октября достигли 37 тысяч. Это самый высокий месячный результат за последние 6 лет. И, конечно, ключевый уровень здесь сыграли те меры поддержки, которые на федеральном уровне были приняты президентом страны. Из доклада министра экономики и инвестиций Дмитрия Богданова стало известно, что сегодня в Самарской области реализуется почти 200 крупных инвестиционных проектов. До конца года планируется запустить 14 новых производств, в том числе в Тольятти. Промышленные предприятия области получили поддержку из федерального бюджета порядка 80 миллиардов рублей. Тем не менее, сложности работы в условиях пандемии дают о себе знать. Как отметил губернатор, предлагаемый проект бюджета, несмотря на все сложности, остается бюджетом развития. Итак, на какие сферы уйдет большая часть расходов бюджета? Это, конечно, социальная поддержка населения, образование, культура и спорт. На 5,5% проиндексируют зарплаты работникам учреждений, категории которых не отнесены к указам президента России 2012 года. Минимальный размер оплаты труда в регионе увеличится и составит 12 792 рубля. Также предусмотрена индексация социальных выплат. Более 12 миллиардов заложены на поддержку медиков в условии пандемии коронавируса. Медицине в это сложное время нужно уделять особое внимание, отметил губернатор. Проект бюджета пока дефицитный, но в нем не учтены еще федеральные средства. Они будут внесены после утверждения бюджета страны. Депутаты Самарской губернской думы рассмотрят их в ходе второго чтения. Яна Левина, Елена Сафронова, Новости Тольятти. Они всегда на посту 24 часа в сутки и даже в собственный праздник следят за правопорядком. У сотрудников полиции профессиональный праздник. Органы внутренних дел были учреждены в России более 300 лет назад. Структура не один раз меняла название. Милиция, полиция. Однако суть ее работы всегда оставалась одна. Предупреждать и раскрывать преступления, а также защищать от них жителей страны. В этот день в Парке Победы по традиции прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику сотрудникам, погибшим на боевом посту. Тольяттинские полицейские всегда будут помнить о коллегах, которые отдали свою жизнь, выполняя профессиональный долг. Как сегодня работает тольяттинская полиция, какие преступления раскрыты за последнее время. Об этом и многом другом нашей кампании рассказал начальник городского УВД Хирулах Митханов. В следующий день я вам хочу сказать, что такие серьезные преступления насильственного характера, такие как убийство, причинение тяжелого здоровья, разбойное нападение, мы имеем 100% раскрываемость. В том числе на улицах свыше 80% раскрываемости. Это все достигается трудом личного состава, и персонализма. Это прежде всего. Программы и даже клипы подарили правоохранителям Самарской области, жители губернии. Ролики можно посмотреть в социальных сетях регионального МВД. Представители юн армии Тольятти сами написали музыку и стихи о работе полиции. Снять клип помогла наша компания. А это представители общественного совета при областном управлении во главе с председателем Совета и генерал-майором Александром Шаховым. Они исполнили песню «Наша служба и опасные труда», которая была специально написана для первого отечественного телесериала о работе милиции «Следствие веду знатоки». По сегодняшний день эта композиция остается главной песней российской полиции. Юные жители региона тоже поздравили полицейских по-своему с детской непринужденностью. Дети читали стихотворения о самом добром защитнике закона. Программа «Патруль Тольятти» не только рассказывает зрителям о происшествиях города, но и помогает в поимке преступников. В минувшую субботу оператор Сергей Рогов помог полиции поймать вора, который украл спиртное в одном из магазинов города. Выполнил свой гражданский долг. Именно так говорит Сергей про свой поступок. История о храбрости и самоотверженности в материале моего коллеги Ивана Шумилина. Знакомьтесь, это Сергей Рогов, неизменный оператор программы «Патруль Тольятти». Мало кто из вас его знает, потому что Сергей всегда остается за кадром. Но он честно и добросовестно делает свою работу. В минувшую субботу Сергей, как обычно, поехал на очередной вызов. На дороге случилось ДТП. Все проходило в штатном режиме, но в определенный момент из соседнего магазина выбежал мужчина, а за ним сотрудник торгового павильона с криками о помощи. Сергей не растерялся и бросился в погоню. Еще одним очевидцем кражи оказался Евгений Фомин. Благодаря слаженным действиям Сергея и Евгения грабители удалось поймать, а дорогой товар вернуть в магазин. Сегодня нашим героям в торжественной обстановке вручили благодарственные письма и памятные подарки. И еще раз сказали спасибо. Это вообще-то как гражданская позиция любого человека. Оказать содействие, задержание грабителей, другого лица. Конечно, приятно. Спасибо за внимание, что не остали это без внимания. Награды лично вручал начальник Тольядинской госавтоинспекции, подполковник полиции Андрей Капунов. Он еще раз подчеркнул, что жители города всегда оказывают огромную помощь сотрудникам полиции. Очень отрадно, что ежегодно мы отмечаем лиц с активной гражданской позиции. То есть тех людей, которые нам помогают в обеспечении безопасности дорожного движения и охране общественного порядка на территории нашего города. Таких людей, поверьте, очень много. И мы очень рады с ними взаимодействовать, содействовать. И в том числе очень приятно даже их награждаться. Награждение приурочили ко дню полиции, который сегодня отмечается по всей стране. Во время торжественного мероприятия полицейским присвоили очередные звания, а также объявили благодарности за хорошую работу. Всех собравшихся с днем полиции поздравил председатель общественного совета главного управления МВД по Самарской области, генерал-майор милиции Александр Шахов. Я так думаю, что даже человек, прослуживший хотя бы несколько дней милиции, додевший погоды и принявший решение работать в этой важной, очень серьезной, федеральной структуре и взяв на себе большую ответственность со все то, что происходит, в частности, в городе Тольятти, честь и хвала. Поэтому поздравлять надо всех абсолютно независимо от срока службы. Иван Шумилин, Дмитрий Котельников, Новости Тольятти. К новостям Автоваза. 20 автомобилей «Лада Гранта» пополнили автопарк сети московских и подмосковных ресторанов. Модели семейства «Гранта», благодаря разнообразию комплектаций и доступной цене, не первый год являются признанными лидерами как розничных, так и корпоративных продакт. Важнейшие преимущества «Лада Гранта» для бизнеса – это надежность, низкая стоимость владения и широкая официальная сеть для сервисного обслуживания. Сразу три несанкционированных свалки удалось ликвидировать в Комсомольском районе. Это стало возможным благодаря компании «Тольятти Азот». На помощь пришла грузовая техника предприятия. Всего было вывезено более 100 кубометров бытовых и строительных отходов. Мой коллега Юрий Соколов расскажет обо всем подробнее. Без такой мощной техники здесь не обойтись. Несанкционированная свалка совсем рядом с жилыми домами разрослась до внушительных размеров. Жители микрорайона Жигулевское море неоднократно просили администрацию Комсомольского района навести порядок. И вот просьба исполняется. На помощь пришла грузовая техника компании «Тольятти Азот». К нам обратилась администрация Комсомольского района с просьбой помочь ликвидировать так называемые несанкционированные свалки. Наш девиз – это обеспечить достойное проживание работников «Тольятти Азот» в жилых домах, на территории, где они находятся. Спортивное оборудование, детские игровые площадки – это одно из направлений, которое активно у нас культивируется. Очень большая помощь и поддержка от завода, на самом деле. А второй год они помогают нам разгребать эти свалки, которые, к сожалению, создают наши жители. Надеюсь, что им будет приятно смотреть и жить в чистом районе, и этого не повторится. Такая помощь предприятия стала традиционной. «Тольятти Азот» уже не первый год выделяет городу технику для наведения порядка. Это довольно затратно. Чтобы очистить от мусора один квадратный метр территории, необходимо потратить около полутора тысяч рублей. А вывоз 100 тонн бытовых отходов обходится примерно 700 тысяч рублей. Также образовывается мусор и крупногабаритный, который во время субботников мы просто не в состоянии вывезти. И тогда на помощь приходят предприятия-организации «Тольятти Азот». Экологическая безопасность тольяттинцев – один из приоритетов предприятия «Тольятти Азот». «Тольятти Азот», кроме вопросов, связанных с производством, увеличением объема производства, расходных коэффициентов, улучшения, он еще занимается активно различными экологическими мероприятиями. Посадка лесов. Буквально две недели назад «Тольятти Азот» высадил более 17 тысяч молодых саженцев, хвойных деревьев. А это водозабор Комсомольского района. Здесь образовалась еще одна несанкционированная свалка. Убрать ее необходимо как можно скорее, чтобы токсичные отходы не попали в грунтовые воды. «Тольятти Азот» со своей мощной техникой пришел на помощь вовремя. Всего за день работы с трех несанкционированных свалок вывезено более ста кубометров мусора. Юрий Скалов, Владимир Никитин. Новости Тольятти. Продолжаем выпуск. Стандартная обувь подходит далеко не всем. Со сложностями по подбору ботинок или сапогов сталкиваются многие. Удобство и комфорт являются важными факторами при выборе обуви. И найти такую можно в магазине демисезонной обуви от фабрик Белоруссии и России. Мои коллеги подробно изучили ассортимент. Требования к обуви у каждого свои. Кому-то нужна мягкая, теплая и без каблука. Кому-то подходят ботинки чуть жестче. На белорусской ярмарке вы найдете подходящие сапоги, ботильоны или полусапожки для себя. На нашей ярмарке представлено более тысячи моделей разной обуви. Как на проблемную ногу, так и на обычную. Обувь наша отличается от магазинской в первую очередь удобством и тем, что подошва не скользит. Материалы, которые сдерживают тепло и не потеют нога. Особенно важно, что помимо обычной стандартной обуви, здесь большой выбор ортопедических моделей. Ботинки и сапоги на любой выбор. Мягкие, широкие. Легко надеваются и не давят на проблемные зоны. Вот хочу представить вам такую модель. Это белорусское производство. Они изготовлены из селячьей кожи. Эта модель ортопедическая, специально проблемные ноги. Допустим, у кого торчат косточки, либо отекает голень. Внутренняя отделка у нее идет из овчины. Вот можете посмотреть. Мужская и женская обувь представлены в размерах от 35 до 49. Любой фасон, цвет и на любой кошелек. За первый день работы ярмарки появилось уже немало довольных покупателей. Понравилось. Обуви очень много. И большинство подходит к ноге. У меня подъема нет. И трудно подобрать обувь мне. Вот я здесь нашла обувь себе. Цены устроиваю недорогие. Ничего. Очень хорошие. Демисезонная, привычная всем, а также ортопедическая обувь представлена на белорусской ярмарке в доме быта-орбита в Тольятти. Улица Революционная, 52. Вход со стороны магазина Фикс Прайс. Ярмарка обуви работает с 9 по 14 ноября с 10 до 19 часов. Приходите и найдите обувь для себя. И о погоде рубрику представляет салон Штор Аллегра. Шторы Аллегра. Хорошие ткани по недорогой цене. Бесплатный пошив в Тольятти. Телефон 8-987-444-4469. На этом все. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте Тольятти-24 и в мобильном приложении Тольятти-24. В студии работал Денис Капля. Всего доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»